Издание Фонтанка опубликовало список запрещенных артистов. Это перечень российских музыкантов, чьи выступления якобы признаны властями нежелательными. Среди них ДДТ, Нойз МС, Оксимирон, Земфира, Каста и многие другие популярные исполнители. Большинство фигурантов списка публично выступали с антивоенной позицией, уехали за границу или признаны иноагентами. И многие из них раньше сталкивались с отменой концертов в России. В этой теме сегодня разбиралась Елена Армас. Она в студии. Лена, а кто еще вошел в список так называемых запрещенных артистов? Да, Олена, в списке всего 30 исполнителей. Там есть как молодые артисты, например, Монеточка, Дора, Две Маши, так и мэтры шоу-бизнеса российского. Это группы Аквариум, Каста, Машина Времени, Би-2, Земфира, Валерий Меладзе. Есть и те, кто уже сталкивался с отменой концертов до публикации списка, например, Нойз МС и Манижа. Не обошлось и без иностранных агентов. В список вошли признанные иноагентами рэперы Фейс и Моргенштерн. Подробный список опубликовала Фонтанка. Кто составлял такой список, неизвестно, но, как утверждает издание, он распространяется среди музыкальных промоутеров. А сам документ Фонтанке передал неназванный исполнитель, обнаруживший себя в черном списке. Большинство фигурантов списка публично высказывали свою антивоенную позицию. Например, лидер группы ДДТ Юрий Шевчук на одном из своих концертов он выступил с эмоциональной речью про Родину. Это было в конце мая. Давайте послушаем, что он сказал. Родина, друзья, это мир, который надо все время мусолить, целовать. Родина – это бабушка, нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это Родина. И я после Чечни написал первую песню. Она называется «Любовь». Знаете почему? Потому что я не мог ничего другого писать. И «Любовь» эта песня меня спасла. После выступления нам музыканты составили административный протокол по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации». К слову, концерты, названных в списке артистов, отменяли и ранее. То есть можно предположить, что такой перечень появился не вчера и не неделю назад. Например, в конце июня московский главклаб отменил выступления нескольких артистов. Цитата под давлением госорганов. Конец цитаты. Среди музыкантов, которым нельзя было выступать на фестивале клуба, оказались группы «Анаконда» с «Несчастный случай» и певица Манижа. К слову, Манижа уже давно смирилась с отменой своих концертов и выступает в своем телеграм-канале. Другие же дают концерты за рубежом, например, в Прибалтике, в Израиле, в Польше. На концертах та же русскоязычная публика. Так артисты стараются не потерять свой доход. Например, так работает Максим Галкин. В списке нежелательных артистов шоумена нет, хотя его концерты тоже запрещали и не раз. В конце апреля пародист заявил, что все его выступления в России отменены вплоть до сентября. В разных городах России, где у меня должны были состояться концерты, местные власти, ФСБ, местные администрации стали запрещать мои концерты. Делать это негласно, не давая официальных бумаг и разъяснений. Стали запугивать местных организаторов. Из-за этого у меня стали переноситься или вообще отменяться концерты. Я пытался что-то сделать. Нет, все невозможно. Окей, мы перенесли концерты на осень. Потом это стало повторяться и с будущими осенними концертами. Вы поймите, если я не выступаю сейчас в России, это не потому, что я не хочу. И не потому, что зритель проголосовал, так сказать, против, сдав билет. Нет, а потому, что эти концерты стали запрещенными. Организаторы концертов в Петербурге подтверждают, список запрещенных артистов существует, однако он меняется и дополняется каждый день. Но, как говорят концертные деятели, каждый продюсер и без списка в курсе, кто из артистов нежелателен. К слову, как сегодня заявил концертный деятель в Красноярске Александр Рыжов, список, правда, есть, но он неофициальный. И кто его создал, неизвестно. Официального списка, например, от наших властей я его не видел. Ну и не слышал, что он существует. Но, тем не менее, в индустриальных чатах и в нашей индустрии каждая новость при отмене или отъезде артиста, она обсуждается. И, соответственно, есть понимание, что того или иного артиста не следует брать на гастроли, потому что могут возникнуть проблемы с организацией его тура. Безусловно, сейчас появилась определенная специфика, что нужно еще смотреть на определенную политкорректность того или иного артиста, для того, чтобы планировать его на 23-й год проведения гастролей в Сибири. Сейчас многие считают, что запрет определенных артистов – это отголоски цензуры, которая была при СССР, когда партия решала, кто и с чем может выступать и публиковаться. Тогда тоже уезжали многие артисты и общественные деятели за границу, выступали там, даже становились, приобретали себе мировую славу и известность, пока в родной стране были под запретом. При этом, по мнению директора коммуникационных агентств Василия Адамова, отмена концертов – это только начало. И коснутся такие запреты не только музыкантов. Если хорошие театральные постановки прекратятся в России, те, кто может себе это позволить, будут ездить, смотреть на них туда, где это возможно. Мне кажется, настоящие фанаты, условно, Шевчука и Би-2, если они не смогут ходить на концерты своих любимых артистов в Москве и Питере, они будут ездить в Ригу, в Таллинн, в Тель-Авив, в Варшаву, в какую-нибудь. Если мы говорим о том, что границы какое-то время будут открыты, то концертный туризм – это дело самого ближайшего будущего. Я уверен, что мы в начале пути. Отмена концертов – это только некий первый шаг, который сделан. Я думаю, что согласование репертуара и текстов песен – это вопрос ближайшего будущего. При этом власти отрицают существование перечня нежелательных исполнителей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз заявлял, что ему ничего не известно о каких-либо черных списках артистов. Но, быть может, здесь играет уже роль самоцензура, когда организаторы организовывают концерты различных исполнителей. На этом у меня все. Оля. Спасибо. Это была Елена Армас. Если вы хотите обсудить материал о запрещенных артистах или поделиться им с друзьями в соцсетях, заходите к нам в Телеграм или в группу во Вконтакте, подписывайтесь и следите за нашими новостями. Ведь ТВК – это не только ТВ. ТВК – это не только ТВ, но и ТВ, но и ТВ, но и ТВ.